Здравствуйте! Вы смотрите канал Сад для Души. Осень, время ухода за многолетниками. Сегодня расскажу о том, как обрезать и подкармливать пионы осенью. У нас время близится к 20 сентября. Как раз самый нужный момент, чтобы заняться этими красивыми, шикарными цветами. Я здесь уже произвела обрезку, оставила специально показать один куст. Вот такие листья сейчас. Их надо обрезать. Для этого мы берем секатор. Секатор технический, а не тот, которым мы обрезаем розы. То есть обычный рядовой секатор. И срезать нужно. Именно вот прям ведем по земле, чтобы не оставалось никаких пенечков. Вот так вот. Прям чуть-чуть даже погружая его в землю. Вот так. Как можно ниже. Таким образом срезали. Даже иногда можно видеть почки, которые пион уже такие розовые заложил на следующий год. Но листья, я не скажу, что да, на них есть признаки заболевания. Но в принципе для 20 сентября это нормальный вид листьев. И как бы углубляться в то, чем они больны не стоит. Если бы они такими были уже в июле, тогда да. Но так в принципе осенью. Как говорится, осень есть осень. Что я делаю дальше? Поскольку лето было влажным, и пионы некоторые нахватали грибковых заболеваний, нужно пролить здесь раствором фитоспорина. Я делаю это при помощи лейки с ситечком. То есть просто поливаю прям вот сверху кустов, сверху этих пенечков, проливаю фитоспорином. Но поскольку я это уже сделала заранее, показывать вам не буду, расскажу, что делаю дальше. Пионы очень любят костную муку. Если у вас один куст пионов, ну не нужно, конечно, покупать ее килограммами, можно купить маленькую коробочку в обычном зоомагазине костной муки. Вот на куст взрослый стакан костной муки. Вот так вот. Рассыпаем. А я это рассыплю по всей площади. А после чего добавляю золу. И так же рассыпаем. Осень это обязательно, это кальций, фосфор. Вот так. Щедрый золу рассыпаем. После чего, поскольку все-таки пенечки у нас немножечко остались, и в принципе не будет лишним замульчировать посадки пионов землей, я высыпаю на них вот ведро земли. Вот так. Ну, примерно на взрослый куст пиона нужно, ну, где-то ведро земли, в принципе, будет не лишним. У меня на вот эту площадь уйдет где-то три тачки земли примерно. Хорошо, если вы, например, приобретете перегной. Пионы вам скажут очень спасибо. И затем завершающий штрих, вот мы землей сейчас их чуть-чуть закроем, обязательно рассыпаю конский навоз в начале октября. Если это сделать сейчас, можно вызвать все-таки еще относительно тепло, можно вызвать их рост нежелательный. Вот, поэтому, как только земля чуть-чуть, вот первыми морозцами ночными прихватится, может быть, у кого-то уже есть морозы. Поэтому, если вы обрезаете сейчас пионы, у вас уже ночами заморозки, тогда, конечно, можно и сейчас рассыпать навоз. Он может быть как свежим, так и полуперепревшим. Ну, конечно, если у вас есть перепревшие, это вообще отлично. Что дает внесение навоза осенью? Сталыми водами, ранее-ранее весной, когда вы еще, вероятно, и я тоже в городе, проникают питательные элементы корням пионов, и наши цветы выходят, дают мощные ростки, мощные бутоны уже в мае, и отблагодарят нас шикарным цветением. Когда я вношу осенью навоз, это существенно экономит мне время весной. Весной тогда я обхожусь без подкормки, а следующую провожу уже в июле. Вот, в принципе, все, что нужно знать о подкормках и обрезке пионов осенью. С вами была Светлана Самойлова и канал Сад для души. Удачи!